добрый вечер добрый вечер если можно немножко расскажите о себе вкратце свою биографию как было представить я к сожалению очень мало могу рассказать о самом шаламове я буду рассказывать в основном о его единомышленники и друге линии андреевне арефьевой о том как я с ней познакомилась я расскажу в связи с тем что она была сестрой моего школьного учителя литературы который погиб на войне а я окончила школу в сорок первом году через два дня после выпускного вечера была объявлена война и естественно наш учитель константин андреевич арефьев был мобилизован и в сорок третьем году он погиб в то же время во время войны погибло шесть человек моих одноклассников у каждого своя история из трех сыновей которые были о мари николаевны арефьевой его матери из трех сыновей только об одном а константине андреевич и прислали официальное извещение а его гибели о том что он ну как обычно во всех официальных документах было написано ну что он погиб героевской смерти так вы общаетесь сергей и чем камера для вас забудьте про нее хорошо она для вас не существует сергей и чем просто иначе это плохо для меня да да и вопрос александр сколько у нас осталось до конца чур кассеты кассеты еще много кассеты все-таки сконцентрируйтесь софи леонид на вот вы говорили о ней не андре мне орефьевой да мы знаем что не на андреевна была училась вместе с варлам тихомичем в московском университете на факультете советского права и они вот рассказано автобиографической прозе шаламова и сейчас кое-что о ней известно вот нам известно что у варлам тихомича не сложились отношения с дочерью после того как он вернулся с колымы из лагерей это были очень сложные отношения и никаким образом не наладились и вот эти два поколения отцов и детей которые в общем то друг друга не знали как а как вот у не на андреевны получилось ведь не на андреевна тоже такая очень тяжелая трагическая судьба и насколько я знаю когда она вернулась ее дочь наталья была уже взрослой девушкой как у них сложилось у них хорошо нормально сложились отношения но никогда не на андреевна не рассказывала не дочери думаю что и матери не рассказывала а свой о своих годах прожитых вот когда она была репрессирована а с дочерью ее я познакомилась когда дочери было четыре года она воспитывалась у бабушки у матери не на андреевны и когда не на андреевна имела возможность приезжать в москву то у них с дочерью всегда были родственные нормальные отношения другое дело что никогда наталья михайловна о чем она очень сожалела что она никогда не задавала матери вопросов а она знала что мать была репрессирована но в то же время она знала что вопросов ей задавать она считала что ну что наверное матери будет тяжело или что неудобно на эту тему говорить и потом наталья михайловна очень об этом сожалела но отношения были все время как у матери и дочери и она постоянно когда была маленькой я помню когда она приезжала к матери вместе с дочкой она уже когда ей было разрешено жить на расстоянии более ста километров от москвы когда она работала в щекина она во время пребывания в казахстане получила вторую профессию она была арестована когда была студенткой исторического факультета мгу а там она сумела самостоятельно изучить строительное дело и окончила заочно строительный институт и вернувшись она стала работать а потом уже разрешено было и в москве и я часто их видела наблюдала их вместе а понимание дело не в том что не было понимание так как было у шаламова когда я слышу что дочь шаламова не хотела даже с отцом общаться нет общение было но никогда как потом очень сожалела сама наталья михайловна что никогда с матерью на эту тему не было разговора она сама считала разговор от каким-то запретным и мать не рассказывала вот поэтому я никак не могу понятно если не было разговора о репрессиях то скажем о 20-х годах учебе в университете о москве о политической общественной обстановке они на древне что-то рассказывали либо вам либо наталья михайловна а политической обстановке не раз один рассказ в конце 20-х годов когда она выступала будучи студенткой исторического факультета мгу она выступала на собрании и она позволила себе критические замечания критические высказывания о я сейчас не помню то ли а пленами а то ли а сейчас не могу вспомнить а на каком-то на котором были приняты какие-то политические решения и она рассказывала о о ситуации которая о состоянии которое она испытала когда она сошла со сцены закончив свою речь была гробовая тишина и все растопились и никто из тех кто до этого с ней общался никто к ней не подошел никто слова не сказал и она почувствовала какой-то вакуум вокруг себя вот об этом случае она мне рассказала но в дальнейшем ну она все равно мало рассказывала о том как было это вот поселки джасалы мы с ней переписывались часто этой темы мне в письмах никогда не затрагивали а она была человеком очень разносторонних интересов о том что происходило в москве об искусстве а о литературе о театре но о моих поездках я очень любила поездки путешествия туристические поездки я описывала эти поездки она с интересом их читала на вот мы с ней чаще с ней на древней говорили на темы о жизни которая началась ну это были годы в основном а воды пятидесятые шестидесятые семидесятые но и мы продолжали общаться когда она уже стала работать в москве мы общались с ней но почти до самой его смерти она очень была довольна когда наталья михайловна вышла замуж и это была дружная семья они жили все вместе и не на древне ушла на пенсию и воспитывала дочку свою внучку до первую а да и я часто бывала в их доме и всегда всегда они очень хорошо принимали и всегда было ощущение дружной семьи но так чтобы был разговор об ее прошлом но при мне со мной отдельно она могла что-то рассказывать об этом но так кругу семьи обычно не говорила но у меня ощущение такое что это было дружная хорошая семья они заботились все друг о друге и и и взять николай михайлович муж наталья михайловна очень был приятный человек он был ну под конец жизни он был полковником занимался морском учреждение так не помнится военным человеком данный может быть завершающий такой вопрос фамилия шаламова как-то всплывала вот в разговорах поднималась в семье не всплывала основной отдельно всплывала еще давно еще до того как она вернулась в москву как-то она рассказала что был был такой поэт варлам шаламов которого она знала и который писал стихи но это было в то время еще до колымских рассказов и кроме этого упоминания о бардаме шаламове ничего не было но я так поняла что этот человек был ее товарищем или другом во всяком случае она не упоминала каких-то близких отношениях но о том что она такого поэта знала и была его товарищем вот об этом она говорила но а потом после смерти шаламова последние годы буквально когда она узнала а она знала по-видимому то есть она знала что он вернулся по-видимому но она очень такой скорби мне сказала как я жалею что я его не навестила вот она об этом очень сокрушалась но сказала об этом один раз она была таким очень болевым железным человеком никаких сантиментов не допускала особенно воспоминаниями не делилась но она вот у нее был такой характер она чувствовала глубоко но была человеком не таким человеком который вот рассказывает о своих переживаниях это так однажды у него вырвалось такое вот так нет но с семьей были отношения безусловно хорошие ну и совсем последнее о себе расскажите немножко вот где когда вы родились чем вы занимались и занимаетесь в своей жизни я родилась в 1924 году в москве мои родители были врачи они родители мои познакомились в таком возрасте когда от когда они поженились отцу было первым первым или когда родился первый ребенок отцу было 44 года а матери 35 отец прошел две войны он был врачом окончил второй медицинский институт в москве сам он родом из прибалтики был а и он участвовал в войне 905 года и в первой мировой войне как военный врач был догражден орденами анна и святослава а мать она окончила московское епархиальное училище родом из сергиева посада где отец ее был потомственным гражданином города сергиева посада он рано умер он простудился когда очень холодное время он храме который был напротив его дома он исполнял обязанности звонаря и простудился и рано умер и тогда детей было пятеро моя мать окончила еще при нем епархиальное училище на весницкой в москве а затем но во время первой мировой она стала фельдшером была а потом уже она заочно постепенно оканчивала медицинский институт и врачом она была врачом терапевтом а отец был врачом ларитмологом и как он сам однажды сказал что он сделал за свою жизнь шесть тысяч операций наверное он работал последние то есть не последнее время после революции видят бог после гражданской войны или во время в детской районной поликлинике врачом ларитмологом но операцию наверное имел ввиду не только а вот по своей профессии но и время войны наверное приходилось время двух войн должен приходилось а вы пошли по стопам своих родителей нет по стопам родителей пошла только старшая сестра мы все родились когда значит с 21 по 26 год родились 4 девочки и когда родители умерли в начале войны в сорок втором году умерла мать она болела тяжело а отец она умерла в мае отец умер в ноябре он простудился было очень холодно но может быть он и перенес бы это если бы не был так истощен в москве был страшный голод и холод мы это все очень понятно как и все люди мы все это перенесли мы остались сорок втором году без родителей в сорок третьем году старшая сестра с четвертого курса значит это была мобилизована и до сорок шестого года была на фронте вернулась к счастью а мы оставшиеся три сестры две студентки литературного факультета московского педагогического института имени ленина младшая сестра заканчивала в школу в это время да она ее специальность была французский язык она работала потом в прогрессе в общем мы все трое получили высшее образование пережили войну но я работала в основном в вузе работала военной академии затем последние годы московском горном институте который стал университетом горном и защитить я защитила кандидатскую диссертацию по кафедре русского языка и раб было одно время в течение более 20 лет заведующей кафедрой русского языка вот горном университете бы каждые пять лет проходила конкурс переизбиралась так ну последнее время доцент кафедры русского языка 89 лет я ушла на пенсию сейчас мне 92 два года я на пенсии ну и продолжаю работу на общественных началах продолжаю работу как редактор нашего сборника студентов и преподавателей московского горного института в течение а в течение 15 лет издавался такой сборник я была литературным редактором и мы продолжаем до сих пор собираться ну и кроме того я веду тоже на общественных началах работу в центра в центре социального обслуживания вот население нашего района и этом веду студию стихосложения потому что многие особенно женщины пенсионерки но и мужчина тоже есть уйдя на пенсию и вырастив внуков решили писать стихи ну и вот я как руководитель этой студии с ними занимаюсь вот такая моя биография спасибо большое спасибо